Водитель Водитель В старом отеле в заснеженных горах администрация время от времени сталкивалась с жалобами от постояльцев, заселявшихся в номер 806. Гости замечали, что периодически что-то было не так. Плотно закрытые окна наутро оказывались открытыми. Периодически было слышно тихое бормотание. Оно было так близко, словно кто-то находился с постояльцами в одной комнате. Менеджмент сначала игнорировал претензии, но после поспешного выселения очередной гости решил обследовать помещение. Оказалось, что за массивным дубовым шкафом, сдвинуть который удалось только втроем, была дыра, сделанная бывшим владельцем, пропавшим без вести почти полвека назад. За ней оказалась темная пыльная коморка, не имевшая дверей и окон. Вдруг жуткое чувство охватило персонал. На маленьком столе в углу они заметили тлевшую сигарету. Темная ночь окутала маленький городок. Его улицы были пустынными, а лишь звуки ночной природы нарушали тишину. Вдруг из небосвода возник странный светящийся объект, излучающий яркий, мерцающий свет. Местные жители, удивленные и напуганные, смотрели вверх, пытаясь понять, что происходит. Светящийся объект приближался медленно, создавая круги света на земле. Он менял цвет от зеленого к синему, словно играя с окружающими его темными небесами. Страх и удивление смешивались на лицах жителей, когда объект, наконец, остановился над городом. Несколько ярких лучей света начали медленно спускаться от объекта, освещая окружающие здания и улицы. Затем, с внезапной скоростью, объект взмыл в небо, оставив за собой след света, который рассеивался на ветру. Наутро горожане собрались в центре города, обсуждая происшедшее. Споры о том, что же это было, НЛО или что-то более земное, продолжались долго. Все, что осталось, это воспоминания о загадочном свете и ночной встрече с неведомым. Каждый раз, когда Тим ложился спать, мрачные тени, растекающиеся по комнате, пугали его, заставляя глубже кутаться в одеяло. Однажды ночью шорох и щелканье из-под кровати разбудили мальчика. Жавшись от страха, он посмотрел на высокое зеркало, висевшее рядом с кроватью. Фигура без глаз улыбнулась в отражении, выползая из мрака. Тим вздрогнул и изо всех сил зажмурил глаза, а когда открыл их, видение исчезло. Весь следующий день Тим с ужасом ожидал грядущих сумерек. Когда же наступила ночь, паралич кошмара охватил его. Лежа в кровати, он услышал нашептывание прямо над укрывавшим его с головой одеялом. Теин. На следующее утро убитые горем родители не нашли мальчика в комнате. Еще неделю в комнате Тима возникали следы чьего-то присутствия. Пятна, следы от когтей, перемещенные предметы. И только эхо шагов напоминало о мальчике, ушедшем в мир кошмаров. Эту легенду рассказал мне один выпивоха в маленьком баре приморского городка. Говорил они шепотом, словно боясь, что ее услышит кто-то еще. Он кивнул головой на старый маяк за окном, возвышавшийся среди ветреных скал. Каждую ночь, когда море начинает волноваться, фонарь в здание начинает испускать приглушенный красный свет, словно выискивая что-то в неспокойных волнах. Поговаривают, что некоторые местные жители были рядом с ним, когда взгляд ока задерживался в одной точке. Тогда, сконцентрировав внимание, можно было заметить несколько светящихся фигур, выходящих из пучин на берег. Они заходили в здание маяка, исчезая за его дверями. Однако, никто никогда не видел, чтобы кто-то покидал это помещение. Я еще раз взглянул в окно. Ветер гнал тучи над скалами, а дневной свет уже почти сяк. Детектив Эванс наконец выследил маньяка, которого искал уже долгие месяцы. «Долго же ты скрывался, Пит», — ухмыльнулся он, подходя к многоквартирному дому на окраине города. Поднявшись на этаж, он прислушался. Посторонних звуков в квартире не было, поэтому он аккуратно попробовал открыть старую дверь. Щелчок. Зловонный запах окутал его. В грязное окно пробивался тусклый дневной свет. Над столом в углу висели фотографии. Внезапное беспокойство захватило детектива. Все они были сделаны в этой комнате. Брин, 44 года. Время поиска — 4 месяца, — гласила одна из подписей на фото. Ужасное озарение пронзило мужчину. Всеми жертвами Пита были те, кто пытался поймать маньяка. «Долго же ты искал меня, Эванс», — прошептал голос за спиной. Глухой удар. Вспышка камеры осветила комнату. Историю о мрачном переулке между заброшенными зданиями на окраине города рассказывают многие. Говорят, некий ловец сумрака бродит там, одетый в длинный темный плащ, а лицо фигуры скрыто маской. Каждый, кто встретит его, обречен. Через два дня жизнь человека угасает. Горожане всячески избегают этого переулка. Бывало, я и сам ходил там несколько раз, возвращаясь домой. Одним таким вечером мой взгляд привлек силуэт в витрине. Это был он. «Твои два дня подошли к концу», — прошептало отражение. Обернувшись, я увидел лишь одинокий фонарь. Дрожь пронзила меня. Ускорив шаг, я перешел на другую сторону осенней мрачной улицы, скрывшись в темноте. Я снова вспомнил ее. За окном ночь поглощала город. Тихо и безлюдно. Стук в дверь одинокой квартиры пронзил тишину. Кого это могло принести в такой час? Звук не прекращался, поэтому я решил проверить. Посмотрел в глазок. Никого. Вышел в общий коридор. Не души. Только одиноко мерцала лампочка. Повернувшись обратно, я посмотрел на глазок с обратной стороны. Свет в нем исчез, и я снова услышал стук в дверь. Звук шел из квартиры. Как же давно я ждала тебя. Ждала, что ты выслушаешь. Ты ведь уже давно чувствуешь, как эта тьма проникает в каждую твою мысль, словно скользящие змеиные виверны ужаса. Ночью, когда мир спит, мои темные руки протягиваются к тебе, заставляя сердце стучать в унисон с бешеным барабанным боем. Я слышу каждый твой вздох. Каждый твой взгляд в зеркала становится испытанием, потому что ты знаешь, что за ними могу быть я. Та, чье присутствие окутает твою душу пеленой мрака. Каждую секунду, сквозь туманные кошмары, я смотрю на тебя, голодная, готовая принести в твою жизнь бесконечный ужас. Здравствуй. Субтитры подогнал «Симон»!